Мероприятие, которое было предоставлено с моей мамой, а также у Семёна Романовича и Тамары, у Веси, дяди Ниши. Я была на этих вечерах, и всегда был в моложе Марка Васильевича, с ним встречался, общался. И он производил на меня очень большое впечатление. Своей грамотностью, начитанностью. Кем же был всё же Марк Моисеевич? Для всех нас. Марк Моисеевич был утончённым человеком, пронесательным, с тонким аналитическим умом. Человек высочайшей культуры. Человек, который не терпел ни фальши, ни подлости, ни предательства. Человек, которому никогда не завидовал. Человек имел глубокое сердце. И в ту же очередь, в отличие от многих людей, он был человеком внутренней свободы. Это дар, которому мало кому давали. Поэтому он был в своей жизни очень принципиальным. Он был человеком, знаете, характерным, с обострённым чувством справедливости. Это было очень трудно жить и работать. Он был человеком разносторонним. С ним можно было говорить от космоса до футбола. Он прекрасно знал литературу. Чудесно владел языком. Вы знаете, дети, Арнольд, Арнольд, Ирина, Элла, Арнольд. Я и себе говорил, а вот и то, что я сейчас скажу. Смерть отца никогда не бывает ни ранней, ни поздней. Это колоссальное потрясение. Это катастрофа в души человека. Это, знаете, пустота образуется с потерей отца. Чёрная дыра, восполнить которую невозможные, принесёт её до конца своей жизни. С его уходом начинается новая жизнь и новая эпоха. Хотите вы или не хотите. Вы знаете, такие люди, как Марк, приносили в этот мир милосердие, доброту, созерцание. Его все обожали и любили близкие, родственники, естественно, и все им сталкиваются. Кем же он всё же был? И что он сумел сделать? В 1948 году он окончил Среднеазиатский нейтральный институт. И через два года, четыре, вернее, года, он уже был директором электромеханического техники. Он был всего 25 лет. Вот представьте, каким надо быть способным, чтобы владеть и руководить таким серьёзным учебным заведением. После этого он работал в нежелеско-литонном заводе, ЖБИС-директором. Потом он работал заместителем директора кабельного завода, где вот там-то я с ним не встречался. Это было 59-й, 63-й год. Я там работал в поликлинике, рядом, 20-й, когда молодым врачом был, когда у меня время было. Естественно, я консультировал вот эту медсанчасть кабельного завода. Когда я туда приходил, на консультацию, эту медсанчасть, когда мы встречались с Мадманом Сеичем, то я видел, что мне и говорили, как влюблялись в него девушки, молодые женщины. Его любили все. Любили. Он был всем любим. И он нам... Вот такой красивый. Смотрите, он пазан. Знаете, человек, внушающий доверие. Но любил он всего одну женщину. Это свою жену Роза. Он в Акцербинске, будучи на практике и отработке после окончания института, он с ней так познакомился, с доктором, с врачом. И они вот прожили хорошую, добрую, здоровую жизнь. Роза была замечательным хирургом. Прекрасным. В работе многие годы в медсанчасти текстильного комбината она зарекомендовала сюда, каким должен быть врач, каким должен быть хирург. Она выполняла очень много пилигранных операций. Не боялась хирургии. Как-то там пришлось мне оперировать. Она мне ассистировала и помогала. Я видел ее руки. Это замечательные руки хирург. И вот они бок о бок прожили здоровую, хорошую, долгую жизнь и подарили нам прекрасных детей. Вот Агнольфа, Дину, Эллу. Кстати, у Эллы молодой я был на свадьбе, которая была во дворе. Я помню ее, как сейчас я сидел с вероникой, с отцентрой из нашего института. Я хочу сказать, что Роза и Марк Моисеевич всю свою жизнь посвятили детям. Все, что они могли, они сделали близким родственникам. Дали образование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова